сложно представить персонажа который был лучше описывал состояние большинства людей в мире чем squidward squid это собирательный образ не просто какого-то конкретного типа людей а целого поколения или же эпохи в его персональных качествах умениях жизненном положении заложена вся безоговорочная отчаянность и безысходность человечества но что меня больше всего интересует в этом персонажи так это то как он демонстрирует нам посредственность как создатели губки боба вложили в этого герой неопределимый барьер невозможность развития и безвыходность существования как с точки зрения обычного существа так и творческой личности путь сквиде это путь большинства стремящихся людей это путь безнадежности мы привыкли видеть истории успеха истории талантливых людей но посредственности обычно остаются в тени на то они посредственности и ведь судьбе сквидварда действительно не позавидуешь он живет в токсичном и неприятом ему обществе обществе которая его правда не понимает он сам по себе не является гением большинство его картин посредственные его музыка отвратительно хотя бездарен ли сквидвард отношении искусства это еще под вопросом об этом мы поговорим чуть позже он работает на нелюбимой работе по факту являясь заложником системы в которой он находится ведь каждый день ему приходится выполнять машинальные действия чтобы было что поесть и хоть как-то поддерживает свою возможность заниматься тем что ему нравится музыкой и картинами сложно оценивать данного персонажа и общей любого героя из данного мультсериала так как большинстве своем все что тут происходит это абсурд вы все видели эти картинки где красти краб сначала находится в одном месте а потом в другом чем баки то есть то его будто не существует задний двор у героев тоже то появляется то исчезает и то же самое касается самих персонажей произведения все они немного отличаются в зависимости от эпизода а в последних сезонах все и вовсе деградировали до неузнаваемости поэтому в этом видео я буду в основном опираться на ранние сезоны хотя упомянул некоторые более поздние эпизоды сквидвард это мэм образ того героя уже настолько прочно вшит культуру что говорить о нем это уже своего рода клише и в силу того что это по сути детский мультфильм очевидно что судьбы героев никто особо то и не воспринимает серьез хотя как мне кажется стоило бы только задумайтесь насколько жизнь сквида похожа на жизнь каждого второго обитателя нашей планеты начиная от нелюбимой работы заканчивание признанием своей творческой деятельности другими и тут мы подобрались крайне важному вопросу действительно ли сквидвард посредственный художник и музыкант с точки зрения музыки оценить сложно иногда он играет более-менее неплохо а иногда ужасно и вот такие моменты стоит надевать наушники кстати о них сейчас осень и в принципе вся атмосфера намекает на то что стоит абстрагироваться от этого мира так вот наушники сиджи поз это идеальный вариант если вы еще не потратили миллионы долларов на airbots конечно уши от сиджи поз влагостойкие и держит до 20 часов них можно принимать душ гулять под дождем чтобы никто не видел ваши слезы и так далее также в них хорошая шумоизоляция и если хотите побыть на дне с собой и своими мыслями то это самое она еще отдельного внимания заслуживает кейс который способен выдержать до 100 килограмм веса модели сиджи поз 50 кейс из профессионального авиационного алюминия из такого же алюминия делают боинги у модели сиджи под слайд кейс антистресс похоже на морскую гальку его приятно вертеть в руках и еще щелкать магнитной крышечкой ну и к тому же он маленький стоят эти наушники куда дешевле airpods всего-то 3500 рублей и это на самом деле недорого кстати по моему промо коду вы еще получите скидку 200 рублей так что не упускайте шанс все что нужно в описании во всем мульте есть множество эпизодов которые демонстрируют нам работы сквидварда в некоторых и вовсе рассказан подход осьминога к созданию своих произведений главными сериями из данного списка являются она он артист серия про сквидварда призрака еще ряд эпизодов где мельком появлялись его скульптуры и картины каждая из этих серий так или иначе демонстрирует мастерство сквида в качестве художника наиболее показательным для всего мультсериала конечно выступает эпизод она у артист в нем сквидвард показанным абсолютно бестоланным учителем в то время как спонж-воб гениальным художником и в этом как мне кажется заключается суть всего мультсериала и судьбы сквидварда в нем в этой серии сквид пытается быть и казаться талантливым от того его работы и кажется бездарными он следует правилам не давая себе каких-то творческих отклонений искусство он воспринимает нечто возвышенное у губки все наоборот ему абсолютно плевать на искусство он просто делает как хочет и как видит и глядя на все это у нас голове сразу вырисовывается то что спонж боб талантливый а сквидвард нет сам мультфильм регулярно делать на этом акцент возьмите практически любую серию и невооруженным глазом станет понятно что авторы намеренно делают из губки мастера на все руки а из сквида бездарную не стоявшуюся личность будь то серия где боб делались кости краба пятизвездочный ресторан или где у боба получается делать шедевр из пузырей а бедный эсминог даже шарика надуть не может и это то как работает данный мультсериал есть талантливый персонаж а есть нет и что если без талантный будет постоянно лицезреть исконную гениальность через окно и завидовать это то что показывает мульт но только вот эта концепция ошибочная основная причина почему нам кажется что сквидвард ничего не умеет заключается в том что нам постоянно дают сравнивать его с губкой мастерствующих работ невероятно гиперполизирована но ведь по сути как художник сквид неплох он рисует абсолютно разных жанрах до в основном автопротреты но все же его работы иногда просто не отличить от оригинала я хоть и не разбираюсь в изобразительном искусстве но даже я в состоянии понять что многие его картины перенесены на холст идеально да вы только посмотрите он делает практически идентичную скульптуру самого себя или рисует самого себя да может быть для вас это кажется не таким уж и сложным но вы возьмите и попробуйте сами нарисовать точь в точь скажем кого-то из своих родственников да это сложно даже если умеете рисовать и у сквидварда это получается это и вправду мастерство его скульптуры тоже хоть они гениальны на первый взгляд но они все равно неплохи у сквида есть свой стиль странно только то что никто в мультсериале вообще всего этого не замечает и тут мы подбираемся к другому факту никто не признает творчество сквидварда общество которое его окружает вроде как не шибко разбирается в чем-либо и уж тем более в изобразительном искусстве или музыки и мы просто подавай бургеры в красти краб но даже когда появляются настоящие ценители искусства они все равно не признают бедного осьминога бодрый и бойкий лучше бы пора на помойку на каждом углу буквально в каждой серии ему говорят что он паршивый игрок на кларнете или что он бесталанный закрой свой рот паршивый игрок на кларнете представьте как сложно жить в обществе который регулярно тебя поносит и попросту не воспринимает в качестве творца хоть и сам сквидвард выглядит токсичным на деле же общество вокруг него является таковым может он и не не признанный гений но он уж точно не признанный творец и знаете в этом пожалуй фишка мультфильма создатели намеренно понижают умение этого персонажа глазах других рыб это с одной стороны создает необходимую долю юмора а с другой открывает наши глаза на то что это мы и есть мы те которые не признают других и сами остаются непризнанными ну хорошо с этим мы разобрались сквидвард непосредственный художник он в этом даже не плох какой-то степени его умение не определяют его бездарность то что придет его бездарность это он сам его посредственность заключается в его же стиле жизни идеологии и поведение если задуматься то сквиде живет совершенно обычно в наше понимание этого слова ведь все бикини ботом сумасшедшие кроме осьминога да у него тоже бывали какие-то загоны но в основном потому что его довели до этого состояния другие жители сквида можно оценивать двух категориях по нашим реальным меркам и меркам мультсериала и я бы хотел начать со 2 по меркам мультсериала быть крэйзи это нормально если все сумасшедшие том никто не сумасшедший по нашим меркам все герои кажется необычными но в их мере это считается обычным точно также сквидвард в нашем мире было бы совершенно обычным нормальным но в подводном мире мире мультфильма он необычный его обычность делает его необычным и потому в мире где каждый второй делает что-то невероятное сквит своей тривиальностью становится нетривиальным но все же мультсериал смотрим мы поэтому и оцениваем сквида по нашим меркам нашей парадигме сквидвард это герой нашего времени он воплощает все страдания и не сбывшиеся мечты каждого человека на планете его жизнь по факту ничтожна по всем показателям и проблема в том что ничего с этим не делает он ходит на нелюбимую работу встречается с ненавистными соседями живет в обществе никто его не понимает и тем не менее ничего не меняет обратите внимание на то что сквидвард постоянно пытается избавиться от губки или сам смотать удочки но регулярно просто из раза в раз возвращается в ту же точку с которой начинал это его проклятие он не убежит от этого ведь его идеология держит его на месте его идеология троится на ненависти и презрение окружающим это то что мешает ему и то что роднит его с миллиардами людей по всему миру нашего миру ему никогда не выбраться из данного круговорота он будучи художником с потенциалом не в состоянии себя реализовать сил своей посредственности как личности он совершенно обычный обыватель и основная проблема его в том что он не осознает этого никогда в каждом из нас живет сквиде маленький бездарный не состоявшийся сквиде который будет вечно крутиться вертеться но никогда не преодолеет самого главного самих себя которые будут жить своем анимирке из окна своего дома смотреть и презирать тех кто действительно талантлив как в отношении творчества так и просто жизни